Когда мы были с вами маленькими ребятишками, мы говорили МОРОЖЕНО! Или наоборот ФУ! СУП! А потом мы выросли и узнали такие понятия, как манеры, приличие, этикет и эмоционально превратились в сухую ветку. Итак, как вы уже правильно поняли, сегодня поговорим про эмоции. Тема очень большая, быстренько пробежимся по теории и больше остановимся на практике. Зачем нам нужны эмоции? Чтобы коммуницировать, мотивировать себя и окружение, оценивать ситуации и поступки и защищаться от стороннего негативного воздействия. Приняли, поняли, поехали дальше. Эмоции делятся на положительные, нейтральные, отрицательные, внешние и внутренние. Что такое положительные, отрицательные, думаю, объяснять не надо, скажу только то, что первых меньше, чем вторых. А нейтральные — это те, которые могут способствовать появлению эмоции. Например, удивление или остаться там же, равнодушие. Внутренние и внешние. Внешние — это проявления, внутренние — это переживания. Где-то там, в глубине души... Еще эмоции следует делить на два процесса. Управление и выражение. Как часто вы в своей жизни совершали какие-то действия, а потом думали, вообще, конечно, я погорячился. Если честно, можно было и промолчать. Эээ, кажется, я немного вспыльнул. Да ты все разгромил! В таких ситуациях нами управляют эмоции. А потом, когда они остывают, мы уже в здравом уме оцениваем ситуацию и думаем, что можно было поступить иначе. Чтобы наши эмоции не брали над нами верх, нужно научиться ими управлять. О, да это нереально! Все возможно! Щелкните пальцем прямо сейчас. Согласитесь, что это было несложно. Почему? Потому что это простое физическое действие, которое находится в нашей воле. С эмоциями на самом деле все то же самое. Попробуйте в дальнейшем, когда вас будет накрывать очередная волна эмоций, даже положительных, щелкнуть в этот момент пальцем. Хм, я злой! Это вас немного отрезвит и поможет растождествить себя с эмоцией. В дальнейшем уже щелкать пальцем не придется, и вы будете уже держать над эмоциями верх. Почему актер учится управлять своими эмоциями и выражать их? Во-первых, палитра эмоций у актера должна быть очень большая. От этого зависит, насколько разнообразными у него могут быть роли. Ну и представьте, Таля тебе роль злодея, а ты и злиться толком не умеешь. Вроде бы и знаешь, что злость это что-то вроде... А начинаешь воспроизводить, и больше от этого становится смешно. Именно эмоции помогают поверить в происходящее. Когда актер создает роль, он наполняет ее эмоционально. Если это комедийный персонаж, там определенный набор эмоций. Отрицательный персонаж тоже определенные эмоции. И самое сложное для актера это то, что эмоции нужно включить по щелчку. Именно сейчас, когда сказали мотор или открылся занавес. Зачем нам категорически нужно научиться управлять нашими эмоциями и выражать их? У каждого из нас есть или часто встречается что-то неизбежное, от чего мы не можем уйти. И это неизбежное постоянно выбивает нас из колеи. Как не обращать внимания? Это про управление. Выражение. Часто бывает, что мы стесняемся выражать свои эмоции. Мы придумали себе, что мы серьезны. Вот я занимаю высокую должность, я руководитель, я должен быть серьезным, я должен быть примером. Я должен быть примером, поэтому я серьезный. Я серьезный пример. И мы привыкаем так жить. Где-то в глубине души были бы не против, хотя бы просто расслабиться. Ох, возможно я открою секрет, но серьезность и ваш профессионализм вообще не равно друг другу. Одно не оценивает другое. Если вы будете выражать свои эмоции, которые присущи любому человеку, еще и уметь смеяться над собой, над ситуациями и быть профессионалом своего дела, это нормально. Вообще уметь выражать свои эмоции, это чувствовать полноту жизни, каждый момент. Не бояться быть счастливым, не бояться быть злым, не бояться сомневаться, не бояться, что кто-то подумает в тот момент, когда я там загрустила или что-то еще. Вообще не важно. Напишите сейчас в комментарии, насколько хорошо у вас получается выражать эмоции, так что у вас не воникает никаких вопросов. От 1 до 10. 1 не очень хотелось бы подтянуть. И 10 это без проблем. Могу и посмеяться, и поплакать, и подлиться, и в любой момент, в любой ситуации. Прежде чем перейдем к упражнению, еще раз вспомним, что эмоции бывают положительные, нейтральные, отрицательные, внешние и внутренние. Эмоциями мы можем управлять, чтобы они не влияли на наши поступки, действия и слова. И можем их выражать каждую секунду нашей жизни. И эмоции нужны нам для коммуникации, мотивации, оценки и защиты. Ну и перейдем к упражнению. Первое упражнение это щелчок. Сейчас его выполнять не нужно, нужно просто запомнить, что в моменты, когда вы будете злить, радоваться или все что угодно, вы будете щелкать пальцем. Это нужно, чтобы поймать себя в момент эмоции, узнать свои ощущения, понять, что я сейчас чувствую. Ну и если это отрицательная эмоция, попытаться ее сгладить. В далекое время колледжа, когда у нас была практика с детьми, мне сказали такую фразу. Знаешь, как детей заставить радоваться? Просто заставь их прыгать и хлопать. И они автоматически начнут радоваться от этого. Так вот, мы возьмем этот факт тоже в основу. Сразу у нас не получится вызвать живую настоящую эмоцию, поэтому нам нужно ее немножечко подолинать. Для этого достаточно какое-то физическое действие. Любое. Ходьба, или вставать, или что-то делать. И для начала мы даем окраску. Не полную эмоцию, а окраску. Если мы хотим вызвать радость, нам достаточно для начала просто улыбнуться и ходить минут пять и улыбаться. После пяти минут вы уже точно будете улыбаться естественно. Поэтому второе упражнение это выбрать любое физическое действие и пытаться растормошить ту эмоцию, которую хотите сейчас потренировать. Грусть. Или радость. Удивление, равнодушие любую, какую хотите. И третье упражнение через речь. Оно, возможно, будет легче всего. Возьмем за основу четыре строчки любого стихотворения. Например, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Теперь далее. Что мы можем сделать? Мы можем изменить скорость, громкость, текучесть и тональность. Например, мы можем просто говорить медленно. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Такой процесс у нас уже может вызвать какую-то эмоцию. Мы можем говорить тихо. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Можно говорить низко. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Или, например, говорить быстро и высоко. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение. Или можно говорить быстро, тихо, четко и низко. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Если учитывать все вот эти комбинации, то они будут вызывать в нас эмоции. Как правило, когда мы говорим тихо или медленно, возможно, нас что-то тревожит. Если мы говорим быстро и высоко, возможно, нам хорошо и весело. Быстро или медленно, громко или тихо, плавно или четко, низко или высоко. Комбинируйте все вот эти предлагаемые обстоятельства, и просто палитра эмоций сама у вас возникнет незамедлительно. Для начала можно просто попробовать, просто поэкспериментировать, просто чтобы повеселиться. Тема эмоций на самом деле очень большая, очень важная, очень клевая. Поэтому сегодня я специально не стала глубоко в нее погружаться, чтобы была возможность к ней вернуться и рассмотреть ее отдельно по частям. Потому что действия, которые мы совершаем, любые, они рождаются от эмоций. А если в нас нет эмоций, да, поэтому очень важно, эмоции это очень важно. Не бойтесь их выражать, не бойтесь их чувствовать. Попробуйте выполнить эти упражнения, и буду ждать ваших впечатлений в комментариях. До новых встреч!